Миллиардов долларов в такой позиции достигнет до конца года товарооборот Содружества Независимых Государств. Об этом заявил в понедельник на открытии неформального саммита глав государства СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. При этом углубление взаимодействия в формате СНГ отвечает коренным интересам государства и повышению безопасности. Но ключевой момент в успешной кооперации наших стран это умение и готовность решать возникающие разногласия, подчеркнул Владимир Путин. Интересный акцент сделал в своем выступлении президент Казахстана Такаев. Он отметил особую роль русского языка на постсоветском пространстве, которая не может подвергаться какому-либо сомнению, сказал президент Казахстана. Напомню, в нашу страну по приглашению президента России прибыли главы стран Содружества, президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана и премьер-министр Армении. Эта предновогодняя встреча стала уже традиционной. На ней участники подвели итоги 2022 года и обсудили планы по взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах. Основным рабочим днем был, конечно же, понедельник. Однако сегодня, 27 декабря, у участников саммита состоялся рабочий завтрак, где их общение продолжилось. Ну а на прямой связи с нами сейчас руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Калаташов. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как вы считаете, насколько плодотворным оказался минувший год в плане сотрудничества на пространстве СНГ? Ну, несмотря на трудности, которые были из-за санкций, из-за того, что целый ряд государств признал эти санкции, это касается фактически Казахстана, Узбекистана, даже в чем-то смысле, в каком-то смысле, Киргизии. Год оказался хорошим в целом. И причина состоит в том, что без экономических отношений, без торговли страны СНГ не могут существовать. Они вынуждены объективно, исторически сотрудничать, развивать торговлю. И в этом смысле нынешний саммит показал, что система, может быть, не идеальна, но работает. И самое главное, сделать ее неработоспособной у Соединенных Штатов не получилось. Все-таки саммит проводится, торговые отношения сохраняются, развиваются. Какого-то присоединения к санкциям нет, западным санкциям стран СНГ. Хотя, очевидно, что существует много проблем, особенно в отношениях Азербайджана и Армении. Проблемы были в отношениях Таджикистана и Киргизии. Ну, мы столкнулись также с трудностью с платежной системой МИР, потому что от нее отказывались некоторые государства. Но очевидно, что вот это вот пространство диалога, да, оно существует, и эти страны, они, ну, будут и дальше сохранять отношения, сотрудничество. Хотя, хотя и не без конфликтов, потому что между ними самими тоже существуют серьезные противоречия. И эти противоречия, их, ну, не удается убрать так легко и просто. Просто потому, что, очевидно, экономические отношения должны выйти еще на новый уровень, обрести новый масштаб для того, чтобы вот эти вот приграничные споры, они ушли. И государства бывшего Советского Союза, они поняли, что есть только один путь. Это путь сближения, путь развития экономических связей. Но Москва вот эту линию как раз и проводит, пытаясь и показать, и доказать, что нет никаких вариантов, кроме как развития сотрудничества стран и Евразийского экономического союза, и вообще СНГ. Это касается, например, Азербайджана, который не входит в ЕС. Потому что для Азербайджана очень важно занять место в новом маршруте, который соединяет, маршруте север-юг, который соединяет Россию, даже Балтийские порты, Иран, Индию, Пакистан. И проходит не только через Каспий, но и по сухому пути через Азербайджан. Соответственно, здесь так или иначе нужно участвовать в общей работе. Нравится, не нравится что-то в позиции России или в позиции соседних государств. Но объективно развитие экономики требует сотрудничества. И это очень важный момент, потому что здесь, на мой взгляд, существует некоторое противоречие. С одной стороны, есть объективная необходимость развития экономических отношений. С другой стороны, руководство постсоветских государств, оно, если Россия считается, в общем, таким продолжателем дела Советского Союза, то руководство этих государств, оно воплощает, прежде всего, наследников советской бюрократии местной, с некоторым таким сепаратистским духом, который был присущ ей, что, чего это нам Москва указывает, мы будем самостоятельны. Ну, вот, тем не менее, экономические отношения между странами не только сохраняются, но и развиваются. Исключение Украина. Исключение то, что Украина после государственного переворота попала под очень плотный внешний контроль. И страх, и угроза того, что может быть государственный переворот, который поставит другие государства, входящие в СНГ, бывшие советские республики, под западный контроль, он существует. Это очень важный момент. Вот мы видели в январе 22-го года просто шокирующие события в Казахстане, очень-очень серьезные, по поводу которых там проводилось какое-то расследование. Результаты этого расследования, результаты допросов, какие спецслужбы там организовывали это движение, даже не протестное движение, а именно восстание в Алма-Ате. Этого нам не представлено, но ясно, что здесь внешняя игра, она преобладала, что она была очень-очень важным таким компонентом возникновения этого кризиса. Это серьезный урок для всех, и этот урок, он, ну, в общем-то, дает сигнал к тому, что только выстраивая равновесные отношения с соседними государствами, с членами СНГ, СНГ, Евразийского экономического союза, ОДКБ, можно избегнуть подобной ситуации. Ну, от Армении еще тоже, в некотором смысле, исключение, потому что эта страна очень специфическая. То есть и Азербайджан специфическое государство, потому что там есть достаточно значительное британское влияние, и в то же самое время они пытаются проводить какую-то очень-очень такую особую, обособленную даже чем-то политику. Ну, Армения в лице руководства своего находится под контролем американцев, британцев, и она является примером такого государства, с которым трудно иметь дело. Но вот Россия и Белоруссия, они, в свою очередь, пережили серьезные кризисы и находятся в ситуации конфликта с Западом, когда Запад просто начал этот конфликт. И это, как мы видим, способствует процессу интеграции, способствует развитию сотрудничества, взаимопониманию. И это понимают и в Минске, и в Москве. И это тоже очень важный момент, потому что если дальше Запад будет пытаться также взламывать то одно, то другое государство СНГ, то они будут, по всей видимости, только сближаться друг с другом, забывая многие разногласия, забывая даже где-то вот эти вот национальные иллюзии насчет того, что мы можем быть только обособлены, независимы. И получается, что независимость в условиях, когда Соединенные Штаты очень сильны, еще и агрессивны, это в значительной мере уязвимая вещь, и защищать ее очень трудно. Так что для сотрудничества есть много предпосылок. Василий Георгиевич, но вот 100 миллиардов долларов товарооборота между странами Содружества на фоне западных ограничений, это все-таки много или мало, как вы считаете? Это хороший результат. 100 миллиардов долларов – это очень-очень хороший результат, который, собственно говоря, и держит все страны подле друга. Потому что ведь, когда Совет распадался, идея была такая у многих, что мы вот сами по себе построим свое экономическое прекрасное будущее, потому что мы уникальная нация, мы, значит, все добьемся сами, все у нас получится, нам только мешают другие, там мешают нам русские, мешает нам Советский Союз, мешает нам его идеология и принципы интеграции. Но все это оказалось неверно. Выяснилось, что есть объективная необходимость сотрудничать и торговать. И эта торговля, она, по всей видимости, будет только увеличиваться в ближайшие годы. А это означает, что страны будут больше привязаны друг к другу. А насколько далеко зашли страны Содружества по переходу на нацвалюты во взаимных расчетах? Есть ли у этой тенденции будущее какое-то? Или стоит задуматься вообще о создании общей валюты на пространстве СНГ? Страны СНГ испытывают практически все трудности с национальными валютами. Это один из факторов, который, в общем-то, их побуждает к сотрудничеству. Все валюты неустойчивые. Рубль, конечно, наиболее устойчивая, наиболее надежная валюта. Но с остальными все не здорово. С этими валютами и с инфляцией проблемы. В рамках Евразийского экономического союза, который как бы входит в СНГ, включает в себя часть членов, использование национальных валют уже на очень высоком уровне. Выше 70% были данные. В СНГ мы можем считать, что этот процесс идет. По крайней мере, Владимир Путин сделал не так давно, в октябре, заявление о том, что нужно будет вообще произвести переход на национальные валюты. И здесь тоже хочется верить, что будет взаимопонимание. И будет понимание того, что мы, переходя на расчеты национальных валютах, таким образом обеспечим опору для этих валют. Вот они, я сказал про их неустойчивость, про то, что они очень часто падают. Если взять историю с СНГ, казахстанской валютой, то вслед за ослаблением рубля, в ответ на западные агрессивные санкционные меры в начале этого года, первая половина СНГ падала. Потом он вслед за рублем укреплялся, но недостаточно. Потом опять начал движение вниз. Национальную банку Казахстана приходится держать ставку в 16,7%. То есть очень высокую, просто запретительную для кредитования ставку. Лишь бы только не допустить дальнейшего обесценивания национальной валюты. Если торговля будет у всех стран полностью, и в рамках СНГ, СНГ это все-таки такой больше клуб, чем блок. То есть это клуб. А Евразийский экономический союз это все-таки более стройная конструкция. Но так или иначе, если даже в СНГ будет увеличиваться товарооборот в национальных валютах, то это будет поддерживать национальные валюты и избавлять от необходимости прибегать к каким-то очень радикальным все-таки мерам, таким как сверхвысокие ставки центральных банков, позволят избежать поиска заемных средств у Международного валютного фонда и вообще избавиться от американского влияния. Это ситуация, когда вы, продавая свой товар за доллар, вы обеспечиваете таким образом товарной массой доллара. То есть ведь современные деньги – это денежные знаки. То, что они стоят, они имеют ту ценность, в зависимости от того, какие товары, сколько товаров можете на них приобрести. Если на эту валюту, даже на свою собственную валюту, в конце концов, вы сможете приобретать какие-то товары, то эта валюта будет обеспечена этими товарами. То есть обеспечение, оно практическое. В процессе вот этих операций, когда операции купли-продажи, то есть в результате движения товарной массы, и это может быть серьезной опорой. Но все-таки нужно понимать, что экономики большинства стран СНГ, они маленькие. И блокировка, она нужна. Но она осознается, она вполне сейчас, это большой вопрос. Но то создание какой-то новой единой валюты – это тоже вопрос очень сложный, потому что СНГ – это клуб. СНГ не может создать единую валюту. В Евразийском экономическом союзе все тоже не очень ровно. Вполне возможно, возможно, другие пути. Первый путь – это валюта БРИКС в качестве резервной валюты, по разным схемам составленная там, обеспеченная какими-то денежными и иными резервами центральных банков, стран, образовавших ее, или обеспеченная золотом. Ну понятно, в любом случае сейчас получается не время создавать единую валюту. Да, и АЭС все-таки валюта под тем же схемам составленная. Понятно. Если говорить о двухсторонних связях, то с каким из государств СНГ у Москвы были наиболее тесные связи в уходящем году? Ну кроме Белоруссии, понятно. Ну вы знаете, вот как раз самые тесные экономические отношения – это помимо Белоруссии Казахстан, конечно. То есть Казахстаном у нас очень большой объем торговли. Для Казахстана это более 60% торговли с Россией. То есть это очень много. Для стран, для других стран, они просто не такие большие. С Узбекистаном, конечно, очень интенсивно росли торговые отношения. Очень интенсивно. И вообще происходило в последние годы сближение с Узбекистаном. То есть он вышел из состояния такой закрытости, в котором он находился довольно долго. При этом ходили самые разные слухи про то, что же там творится в этом режиме закрытости. Что там все собирают хлопок только. Все очень плохо. Но сейчас мы знаем, что экономика Узбекистана в лучшем положении, чем прежде, чем, скажем, нулевые годы. Что там создано много производств. Экономика там развивается. Можно сказать тоже и про Таджикистан. Поэтому отношения здесь росли, товарооборот рос. С Туркменией отношения также вышли из режима вот такой спячки и отдаленности. И у России начали активизироваться. Поэтому я думаю, что это еще один маршрут. Но в целом Средняя Азия остается в области очень-очень сложной. Потому что здесь, с одной стороны, правительства удалены от тех проблем, которые есть в Европе и на Кавказе, и тех рисков, которые там есть. И это создает у них некоторую иллюзию того, что они могут заигрывать с Лондоном, с Вашингтоном, как угодно. И искать некую равновесную позицию. Вроде бы и приближаясь к Москве, а вместе с этим и к Пекину. И в то же самое время отдаляясь от них. И вот на этих противоречиях, на этих сразу многих стульях сидеть. В этой связи, Василий Георгиевич, но в этой связи какие все-таки задачи стоят перед СНГ в наступающем году? Как вы считаете? Мне кажется, что СНГ, поскольку это клуб, имеет задачу только развития отношений дипломатических, экономических, в том смысле, что перейти на расчеты на национальных валютах, то есть оказаться таким, ну скажем, внешним полем для Евразийского экономического союза. Что вот здесь, в рамках СНГ, формируется примерно та же система экономического взаимодействия, что в Евразийском экономическом союзе, но только она еще не достигает вот этой вот как бы строгости определенной, что там она именно только зарождается. А дальше, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы страны СНГ, они начали активнее включаться именно в Евразийский экономический союз и участвовать в нем. И таким образом это бы способствовало еще большему росту товарооборота и более крепким отношениям, потому что все-таки СНГ – это именно клуб. Здесь это не то же самое, что Советский Союз. И роль Москвы здесь – это роль одного из участников, может быть, в чем-то направляющего участника, но все-таки вынужденного считаться с множеством внешних факторов, которые воздействуют на СНГ. Принципиально важно, что СНГ, как механизм, даже вот как механизм общения, он сохранился и работал в 2022 году. Именно в 2022 году, потому что год-то, как мы видели, был совершенно нетипичный, очень проблемный, очень острый, тяжелый. И в этой ситуации все-таки можем говорить о том, что никакой изоляции России нет, никакого разрушения постсоветских механизмов взаимодействия и общения нет. А Запад, конечно, хотел бы этого. И это хороший результат. Понятно. Спасибо, Василий Георгиевич, с наступающим вас праздником. Итоги неформального саммита СНГ мы подвели с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Калаташовым.